Большой баскетбол в столице Чувашии. Чебоксарские ястребы впервые играют в финале Суперлиги 2. Соперники наших спортсменов команда Тамбов. Первые две встречи Чебоксарский клуб провел в гостях счет поединков 1-1. Накануне матчевая серия переехала в столицу Чувашии. Как прошла третья игра в нашем материале? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотелось бы, чтобы наши выиграли. Ребята молодцы и очень неплохо себя показывают. Переломил ход игры начало третьей четверти. Тамбовчане пропустили первыми, но сумели за 37 секунд набрать 8 очков подряд. 45-38. За оставшееся время ястребам не удалось даже сравнять счет. Шанс на спасение появился за несколько минут до финальной сирены. Чебоксарская команда сократила отрыв до двух очков. Но победа ускользнула из когтей ястребов. Итоговый счет на табло 69-63 в пользу гостей. Счет в серии 2-1. Мы сегодня напряженной борьбе уступили. Тяжелые игры, очень напряженный график, очень много переездов. Видимо, все это сказалось. Еще груз ответственности не хочется оплошать перед нашими любимыми болельщиками. И те задачи, которые были поставлены перед командой, они маленько не выполнили. И нам маленько не повезло. Но команда Тамбов очень сильная, опытная команда. Она просчетов таких ошибок не прощает. И поэтому нам было сложно сломать ход игры в свою пользу. Я думаю, завтра все получится. Самым результативным игроком матча признали разыгрывающего гостей Кирилла Бакленева. Он набрал 23 очка. У ястребов более 10 очков смогли набрать Павел Кольцов и Павел Жуканенко. Впрочем, исход игры чебоксарским болельщикам настроение не испортил. Ястребы! Ястребы! Вперед! Четвертая игра началась сегодня в 18.30. По ее итогам станет ясно, переедет ли финальная серия снова в Тамбов. Или победитель Суперлиги 2 станет известен в Чебоксарах. Прямая трансляция игр на сайте Российской Федерации Баскетбола.